Глава 9. Часть 1. В той извращенной действительности, что окружало его, любые отклонения от нормы казались нормальными поправками. Джозеф Хеллер. Подземелье острова Шанон совсем не похоже было на то, которое Николай Степанович имел удовольствие исследовать в Антарктиде. Здесь были не переходы и залы, по-немецки строгие и функциональные, а низкая, но чрезвычайно обширная пещера, свод которой опирался на толстые, в беспорядке разбросанные каменные колонны. Но при этом оставалось странное ощущение одинаковости в чем-то главном. Как будто очень талантливый художник написал картину, в которой изо всех сил старался манерой не походить на себя самого. Все другое. Но рука та же. И было очень холодно. С тыла. Трудно сказать, сколько градусов, но лицо уже одервенело и не мели пальцев в меховых перчатках. Луч фонаря дробился на каменных гранях. Вот она. Черная дверь. Гусар опустил голову и коротко проворчал что-то. — Да, — сказал Николай Степанович, — можно сказать, пришли. Он снял с плеч рюкзак. Достал, освобождая каждую от оплетки, шесть бутылок с тьмой египетской. Связал их под три скотч-лентой. Треск ленты казался оглушительным. — Скорее всего, там пусто, — сказал он гусару. — Рыцарь Поликарп явно открывал эту дверь, а значит, ящеры за ней начали оживать. И ожили они в непроглядную тьму. Что же касается стражей, посмотрим. Так ли уж они непобедимы. Но на всякий случай сам понимаешь. Он присел и обнял пса. Пес прижался к нему головой и лизнул смущенно в щеку. Потом высвободился из объятий, взял зубами одну связку бутылок и подошел к двери. Николай Степанович достал портсигар, открыл, потом наклонился и взял в руки вторую связку бутылок. Когда он выпрямился, двери перед ними уже не было. Она не поднималась медленно, как та в Антарктиде. Она просто исчезла. Распалась тут же погасшими искрами. За дверью был сумрак, примерно как в белую ночь. Бесконечно высокий свод светился зеленовато-сиренево. Ровный пол из матового камня лежал под ногами, и по нему от двери расходились чуть заметные темные линии, как лучи нарисованного черного солнца. У самой двери слева лежал ничком мертвый ящер. Он был тонкокосный, с маленьким хвостом и узким торсом. Если бы он стоял, то был бы чуть выше двух метров. Ноги пропорционально были чуть длиннее человеческих, а четырехполые руки чуть короче. Удлиненная голова венчалась аккуратным костяным гребнем. Лицо производило впечатление почти человеческого. Разве что нос коротковатый и приплюснутый, а подбородок узкий и скошенный назад. Полузакрытые глаза были выпуклые и огромные. «Нос руло в сравнении с ним выглядел гориллой», — гусар подал голос. Николай Степанович встал и посмотрел туда, куда смотрел пес. Чуть выделяющееся на общем фоне, желтело продолговатое пятно. «Посмотрим». «Гррррр!» — не разжимая зубов. «Забрать бутылки?» Гусар покачал головой. Осколок стекла завизжал под подошвой. Потом горлышко зазвенело, откатываясь в сторону. Мертвые ящеры лежали так, будто умерли час назад. Рум. Время идет как-то по-своему. Желтое пятно приблизилось. Обрело очертания. На невысокой по грудь человеку в возвышенности лежал золотой дракон. Взгляду были доступны только морда и передние лапы, неожиданно напоминающие львиные лапы сфинкса. С приближением к дракону становилось светлее. Даже не было страха. Веки дракона дрогнули. «Да», — сказал он. Он не издал ни звука, и в голове Николая Степановича не звучал голос. Просто почему-то ясно было, что дракон только что сказал «да». «Что значит «да»?» — спросил Николай Степанович. Он же вроде бы не шел вперед, но все равно приближался к дракону все ближе и ближе и ближе. Гусар стоял рядом с ним, прижавшись к колену, и дрожал напряженно. «Да, это мой конечный ответ. На череду вопросов, которые ты задашь. Которые есть один единственный главный вопрос. Тогда скажи мне свое имя. На самом деле у меня нет имени. Я — золотой дракон Дева. Но Дева здесь не имя, а знак принадлежности. Я принадлежу Дева, которых нет. Странно. Странно. Они уже стояли, упершись в возвышение, на котором лежал дракон, а он все еще продолжал приближаться, будто вблая из темноты. «Почему же ты жив?» «Я не жив. Я — золотой дракон. Я просто есть». Дракон еще приподнял веки, и в черном зеркале глаз Николай Степанович увидел себя и гусара, маленьких и изогнутых, как отражение в хрустальном бокале. И тогда он решительно поставил бокал на стол и посмотрел на Фламеля. «Так удобнее беседовать», — улыбнулся Фламель. Они сидели в африканской комнате и пили стариннейший 23-го года мартель, завалявшийся в подвалах Фламеля. Две бутылки его в паутине и пыли он принес и выставил, улыбаясь на стол. Густар, встретивший его настороженно, теперь расслабился и лежал рядом с террариумом, слушая неумолчную возню про глот. «Я понимаю, что удобнее», — сказал Николай Степанович. «И все-таки я для начала хотел бы уяснить. Попробую», — сказал Фламель. «Тысячу лет не пил такого коньяка. Ну, что сказать. Слуги, домовые и призраки пережили хозяев дома, но продолжают накрывать на стол, прогонять злых духов и пугать мышей, звенеть цепями в сочатых подвалах. Вы меня понимаете?» В основном. Собственно, что-то подобное мне мерещилось, но конкретно после Великой войны остались всего две расы. Они условились, что усыпальницы будут находиться на противоположных полюсах планеты, что искусственные существа, которые должны заботиться о целостности усыпальниц, не будут похожи ни на одну из рас, и даже при их необыкновенной способности изменять внешность они не смогут принять вид ни Дева, ни Сора. Эти существа — мангасы — имеют не только интеллект, сравнимый с интеллектами их творцов, но и мощнейший инстинкт — программу, которая может при необходимости подчинять себе интеллект, направлять его на исполнение цели. Да, это было обусловлено, но и ссоры Дева в тайне друг от друга заложили в некоторых мангасов, еще в зародыше, в яйца, чтобы невозможно было обнаружить, программы уничтожения усыпальниц противника. Да, война продолжалась. Ледниковый период, вызванный Большой войной, подходил к концу, когда выяснилось, что обе усыпальницы уничтожены. Создатели довели до конца дело своей жизни. Хотите знать, что собой представляла их цивилизация? Вы не поверите, сказал Николай Степанович, но совершенно не хочу. Хм, что же, определенная мудрость в таком подходе есть. Впрочем, если передумаете, решите узнать что-то подробнее, я всегда к вашим услугам. Для непредубежденного ума тот уклад жизни имел свои прелести, один дуэльный кодекс чего стоил. Дуэль была важнейшим государственным институтом. Да, вы же сказали, что не желает ничего знать о них. Именно так. Тогда я возвращаюсь к временам позднейшим. Подходил к концу ледниковый период. Мангасы, кто-то в образе змей, кто-то обезьян, несли службу. И вдруг удар, создатели мертвы. Умом мангасы все могли понять, но инстинкт, но программа. Это было сильнее. И мангасы, зная о том, что жизнь их отныне бесцельна, продолжали вести себя так, как будто создатели живы и лишь по каким-то высшим причинам медлят с выходом. Даже себе мангас не мог признаться в том, что цели жизни больше не существует. При этом все прекрасно зная. Представляете коллизию? Очень человеческая коллизия. Наблюдал многократно. Так ведь оттуда и пошло. Думаю, вы способны представить себе, что именно может изобрести изощренный разум, с этой коллизией разбираясь. Миллион вариантов. И еще тонкость. Разум, не знающий лжи. Хм... Скажем, мать, потерявшая младенца, начинает нянчить куклу. Вы уже догадались? Куклу? Скорее уж щенка, котенка. Котенка или... Маленькую обезьянку. Кстати, мысль развить кошачьих была. Но перевести гепардов на смешанное питание не удалось. А разумные хищники это не перспективно. Поэтому остановились именно на обезьянах. А как к этому отнеслась программа? Все можно обмануть, было бы желание и время. Перед программой появилось оправдание. Создается полуразумный помощник, он же мясной резерв, он же игрушка. Отсюда четыре ветви. Белый, черный, желтый, красный. По цветам создателей. Ну и прочее. Так. А потом? Вас это не шокировало? Нет. В конце концов, все было так давно. Ну... Беда в том, что эти оправдания перед программой становились со смены поколения мангасов частью цели. Понимаете? Деды обманывали как бы сами себя, оберегая от суда какие-то свои незаконные устремления. Но перед внуками этот обман вставал, как святая истина. Тоже знакомо, не так ли? Да. К счастью, лично меня это миновало. Но наслышан, наслышан. Кроме того, в каждом поколении появлялись те самые диверсанты, о которых я уже говорил. Они тоже имели особую программу, против которой были бессильны. Хотя и знали, что исполнение бессмысленно. Тем не менее, несчастные усыпальницы хотя бы раз в тысячелетие подвергались очередной атаке. Как правило, успешной. Я могу знать не все, но и того, что знаю, достаточно. Усыпальница Сора была уничтожена 16 раз. Усыпальница Дева 7. Уничтожены? Но я же... Уничтожение в понятиях создателей это почти антоним разрушению. Может быть, поэтому они были так шокированы оружием Ирта, которое превращало в пыль все, на что было обращено. Конечно, разрушить усыпальницу можно, хотя и очень трудно. Чрезвычайно трудно. Зато убить спящих оказалось довольно легко. Последние 50-60 тысячелетий диверсии производились руками людей. Так, сказал Николай Степанович. Почти не чувствуя вкуса, он допил свой коньяк. Фламель смотрел куда-то мимо него. Мне очень жаль, сказал Фламель. Но мы... Мы оказались почти бессильны перед нами самими. И когда стало ясно, что так мы доведем дело до нового ледникового периода, а то и до полной стерилизации планеты... Это когда погибла Атлантида? Нет, значительно раньше. Когда образовались Сахара, Гоби, Амазонская низменность, там были центры цивилизации. Царство Ингухах и Мальберт. Вольное сообщество Ке. Кстати, Атлантида не погибла. Она, как бы это сказать, обособилась. Но это было 20 тысяч лет спустя. А в те времена она была диким островом, населенным людоедами и колдунами. Так вот, тогда и возникла мысль, что мангасы должны что-то противопоставить самим себе. Как вы понимаете, такую крамолу ни один мангас не мог вместить в свое сознание целиком. Но по частям вы меня понимаете. Я знаю первое слово, фразы, вы второе, кто-то незнакомый третий. Кажется, понимаю. Самая страшная конспирация, конспирация перед самим собой. Мелкие, будто бы ни на что не влияющие действия. Незначительные просчеты и ошибки. Как бы просчеты и ошибки. Наконец, роли. Войдя в роль, можно позволить себе нечто большее, не так ли? А роли мы себе избрали не просто кушать подано, хотя и без этого не обходилось. Человечество возрождалось, и мы при всем скромно присутствовали, пугая, подсказывая, направляя. Николай Степанович посмотрел на сидящую перед ним, вспомнил, какова роль Фламеля, и медленно кивнул. И в каком же положении мы с вами находимся сегодня? В очень сложном. Похоже, создавая противодействие самим себе, мы переусердствовали. Вы знаете, что многие знания мангасов перекочевали к людям, и использовать они их намерены уже друг против друга. Все это пока еще глубокая тайна, но рубеж очень близок. Собственно, мангасов сейчас уже очень мало, 311 и 2400 яиц. Даже если истребление яиц прекратится, в чем я не уверен, «Понимаю, но не могу сказать, что сочувствую. Несмотря на то, что само существование человечества наша заслуга, что поэзия, подбор звуков и смыслов в резонанс колебания мировых линий тоже наше изобретение, что... У меня случай аналогичный вашему. Умом все понимаю, но ничего не могу с собой поделать». Фламель усмехнулся. «Еще коньяк? Да, если не трудно». Хочу повторить, нас уже очень мало, чтобы на что-то реально влиять. Но при этом мы буквально начинены всеми знаниями создателей и предыдущей цивилизации людей и атлантов. А это было нечто необычное, поверьте. Они во многом сумели превзойти самих Дева. И множеством тайных умений новейшего времени. У нас есть внутренний запрет на применение всего этого. Но у вас-то такого запрета нет. «Простите?» Николай Степанович поперхнулся коньяком. «Что вы хотите сказать?» «Что вы можете пользоваться ими?» «По вашему собственному усмотрению?» «Не понял, с какой стати?» «В незапамятные времена Верховный Мангас Лу потерял совершенно случайно, как вы понимаете, то, что можно назвать ключом или словом власти или именем Бога?» «Как хотите, на выбор». «И ключ этот, путешествуя из рук в руки, выбрал почему-то вас?» «Выбрал?» «Или задержался у вас, если вам так больше нравится?» «Постойте, зачем это было сделано, цель?» «Говорю же, совершенно случайно». Выпал из кармана. Мангас Лу был страшно расстроен. «Похоже, Николай Степанович достал портсигар, посмотрел на него. Мне, как честному человеку, следует вернуть находку законному владельцу. Мангас Лу нет с нами много лет. Ключ ваш. Можете подойти к двери и открыть ее». «И что за дверью?» «О, многое. Допустим, вот это, как пример». Фламаль вынул из внутреннего кармана свернутую трубочку газету. Из нее выпали какие-то пожелтевшие вырезки. Сама газета была глянцевая, тонкая и шуршащая. Цветные заголовки «Иркутские ведомости, 1990-й, 4-е января». Статья на разворот и в центре овальная фотография. Офицер с удивительно знакомым худым лицом со святым Георгием Третьей степени на шее. «Забытый юбилей». Название статьи. И ниже пяти там. «Сто лет со дня рождения Павла Москаленко». Павлуша. С ума сойти! «Забытый юбилей». В наше бурное время среди праздников и трудов, забот и сомнений, иногда совершенно незамеченными проходят даты, знаменующие события важные, судьбинные, но по причинам то ли конъюнктурным, то ли случайным, задвинутые в тень, в темный исторический чулан, а порой и выброшенные как будто бы за ненадобностью из дома. Кто вспомнит сегодня, что ровно сто лет назад в городе Иркутске, на улице Знаменской, в семье отставного военного врача родился мальчик, которому суждено будет сказать свое веское слово в истории Отечества, но которого за слово это проклянут, оболгут и возненавидят. Более того, приняв слишком близко к сердцу эти проклятия, он всю жизнь свою проживет с каиновым клеймом братоубийцы. Однако, давайте попробуем отойти на время от готовых клише, навязанных народу в свое время либеральной прессой, и еще раз присмотреться к этому офицеру, палачу Петрограда, душителю свобод, помеси Аракчеева и Бонапарта. В раннем детстве, потерявшей мать и отца, мальчик был выращен дедом, человеком образованным, суровым и сильным. Закончив золотой медалью гимназию, он решил пойти по его стопам и поступил в учительскую семинарию, по завершении которой уехал в село Култук школьным учителем. Однако, страстное увлечение природой и обычаями народов родного края подвигли его на научную стезю, и в 1913 году мы уже видим его работникам естественно-исторического музея при отделении географического общества. Уже был составлен план монголо-бурятской этнографической экспедиции, когда грянули залпы Великой войны. С первых месяцев вольно определяющийся Москаленко на фронте. Ранение, школа прапорщиков, первый офицерский чин. В неудачной кампании 15-го года взвод подпоручика Москаленко в течение трех суток удерживает безымянный железнодорожный разъезд, обеспечивая отвод наших войск. За этот подвиг первый Георгиевский крест и производство по службе. К марту 17-го года Павел Москаленко уже штабс-капитан и кавалер ордена Святого Георгия Третьей степени. Ордена, который в то время мог быть пожалован самому малополковнику. Отречение государя-императора Николая II штабс-капитан Москаленко воспринял крайне болезненно и некоторое время был близок к тому, чтобы подобным многим офицерам оставить службу. Четыре ранения позволяли ему совершить это без урона чести. Однако, солдаты батальона, которым он командовал, не позволили сделать ему этот шаг, могший стать роковым не только в его судьбе, но и в судьбе Отечества нашего. После неудачного июньского наступления полк, в котором служил Москаленко, был выведен на пополнение и переформирование в район Луги, в лесной лагерь. По распоряжению генерала Корнилова все четыре батальона были сведены в один, командовать которым назначен был штабс-капитан Москаленко. Интересно, что это назначение охотно приняли командиры других батальонов, будучи выше чином. Доблесть и воинское умение бывшего сельского учителя тем самым оказалось общепризнанной. Благодаря некоторой удаленности лагеря от населенных мест, а также железной дисциплине, установленной новым командиром, вразрез с практиковавшимися в армии губительным своеволием нижних чинов, что было, как не покажется странным, поддержано батальонным комитетом, общее разложение армии не коснулось батальона. Интенсивно велась учеба, командир поставил перед собой и всеми солдатами и офицерами задачу создать архибоиспособное подразделение, заведомо сильнейшее, чем равное по численности германское. «Мы выбивались из сил, для сна оставались считанные часы», рассказывал позже майор Коженецкий. «Мало того, что солдатиков необходимо было научить всему военному искусству, их требовалось и оградить от тлетворного влияния многочисленных и наглых от осознания безнаказанности вражеских агентов. Бог знает, каким чудом нам удалось отстоять их уму и сердца». После того, как генерал Корнилов, преданный Керенским, оказался мятежником и заговорщиком, с Москаленкой произошла некоторая перемена. «Он будто бы увидел что-то впереди», рассказывает далее Коженецкий, «и отныне был подчинен лишь достижению той невидимой нам цели». И когда в октябре к Петрограду были двинуты войска, а затем остановлены приказом командующего округом, Москаленко приказа не выполнил и продолжал движение к столице. Вечером 24 октября сводный батальон вошел в Петроград по Ижорской дороге. Уже было доказано с цифрами в руках, что мятеж в столице был обречен на неудачу, что против едва ли десяти тысяч плохо вооруженных боевиков и матросов, разложившегося от безделия Балтийского флота, было повернуто сто пятьдесят тысяч штыков верных правительству частей, что гарнизон восстание не поддержал и оставался по крайней мере нейтральным, что имевшемуся у мятежников крейсеру негде было развернуться между мостами и набережными, и что нужно было всего лишь дождаться прибытия этих самых частей, чтобы одним моральным давлением заставить мятежников разойтись по домам. Все это, разумеется, так. И все же что-то заставляет все новые и новые поколения историков и публицистов доказывать и доказывать и доказывать это, по их мнению, очевидное. Батальон по дороге рос как снежный ком. К нему присоединились две казачьи сотни, шестидюймовая батарея, бронеавтомобильный взвод. Кроме того, вооруженные студенты и гимназисты, вышедшие в отставку офицера и рабочие, образовали милиционерскую роту под командованием прапорщика Гринштейна. Около полуночи произошло первое вооруженное столкновение. Группа пьяных матросов попыталась остановить продвижение колонны. Всю ночь и большую часть дня батальон метался по городу, как рикошетирующая пуля, терзая и разя. Но не следует все жертвы этих действительно страшных часов взваливать на плечи москаленковцев. И если чудовищный разгром на миллионной улице и в Смольном делал рог безусловно усмирителей, то побоище на мойке учинили латышские стрелки и саперы, замаливающие свое участие в мятеже. Разрушения же в городе произведены были по большей части снарядами Авроры. Да, наличие крейсера было серьезным козырем в руках мятежников. Но одно дело грозить из жертв неподвижным и беззащитным дворцам, и совсем другое вести борьбу с того же калибром орудиями, бьющими с закрытых позиций. Два часа отряды мятежников, столпившись на арсенальной набережной, наблюдали из безопасного далека за ходом сражения. Наконец, малоповоротливое и слабо бронированное времен Цусимы чудовище получило четыре попадания к ряду, загорелось и врезалось в быки дворцового моста. В сущности, это был конец мятежу, но еще долгих десять часов свистели пули и лилась кровь. Позднее хмурое утро двадцать пятого было отмечено исходом из города матросов. На миноносах и лодках, катерах и ялах они плыли в Кронштадту. Им стреляли вслед, но лениво. А чуть позже разбрелись по домам и боевики красногвардейцы. Патрули измученных москаленковцев блуждали по пустому холодному городу. В здании городской думы для них устроили временную столовую. Проглотив по нескольку ложек горячей каши и по кружке сладкого кипятка они шли дальше на ветер и колючий летящий снег. Поздно вечером к перрону Балтийского вокзала прибыл первый эшелон с фронта. Вот тогда оказалось, что гарнизон исправно несет свою службу. Тем временем Москаленко арестовал командующего округом Полковникова и объявил себя временным диктатором столицы. Два дня спустя собравшийся в народном доме второй съезд советов осудил авантюру большевиков и анархистов и призвал временное правительство скорейшему созыву 30 октября вернувшийся с войсками Керенский арестовал Москаленко за превышение власти и неподчинение приказам. Лишь в 22-м году он вышел из тюрьмы последний из арестованных по октябрьским событиям. Уцелевшие в ночь мятежа главари повстанцев либо были спроважены за границу либо заседали в думе. Так что амнистией дарованный Алексеем Николаевичем по случаю принятия Конституции воспользовался он один. Два года в родной Иркутск. Музей принял его и долгие годы был ему надежным пристанищем. Однако жизнь Павел Григорьевич вел уединенную и никаких бесед о прошлом ни с кем не вел. В 42-м году вернувшись из Китая он заболел двухдневной малярией и больше не встал. В завещании указал чтобы его похоронили без памятного знака. Единственные его родственницы двоюродные сестры исполнили это пожелание правда несовершенно. На его могиле лежит беломраморная плита но на плите ничего не написано. Кто-то так же безымянно ухаживает за могилой. Вы уже прочитали это несколько раз услышал Николай Степанович голос Фламели. Да я был знаком с этим человеком по фронту осень 14-го потом виделись за границей последний раз в Париже он работал таксистом потом я получил о нем весточку из Америки не задолго до войны и все умер в 42-м в конце ноября разрыв сердца и что все это значит кто-то научился переводить стрелку какую стрелку железнодорожную на путях вправо влево в общем да одному человеку это удалось правда на пользу это ему не пошло вот посмотрите еще эти заметки Юрий Осипенко никому не дозволим Михаил Шолохов Тихий Дон журнал Дон номера 1-2-3 за 1966 год к сожалению некоторые литераторы слишком буквально восприняв призыв Никиты Сергеевича Хрущева и Александра Исаевича Солженицына жить не по лжи тут же обрушили на отечественную историю поток густой грязи которую они заботливо пестовали в своих письменных столах отринув традиции завещанные нам Буниным Фадеевым и Алексеем Толстым они развернули разнузнанную кампанию очернительства и клеветы к сожалению тут же поддержанную некоторыми издательствами и редакциями литературных с позволения сказать журналов к сожалению не остался в стороне и журнал Дон до сих пор высоко державший знамя коммунистической морали Особенно нетерпимо подобная публикация сейчас в период когда партия обнарудовала моральный кодекс строителя коммунизма когда советские люди в едином порыве преодолевают последствия культа личности когда на волне огульных разоблачений всплывает грязная пена протаскиваемой тихой сапой буржуазной морали западных ценностей кулацких идеалов и казачьей вольницы должно быть прошедший недавно по экранам страны фильм унесенные ветром и был тем творческим импульсом который подвиг известного очеркиста Шолохова взяться за перо и на скорую руку слепить свой с позволения сказать роман рассчитанный главным образом на неискушенного но присыщенного западного читателя которого не удовлетворило пресное сочинение господина Пастернака читайте читайте усмехнулся Фламель Игорь Виноградский По праву памяти Михаил Шолохов Тихий Дон Книга первая Журнал Дон Номера первый второй третий Наше время полно сюрпризов Вот и журнал Дон уже приучивший своих читателей к благоглупостям сочинителя Шолохова-Синявского отважился наконец на публикацию собственно Шолохова человека тернистый путь которого не решились бы описать ни автор Ивана Денисовича ни повести о пережитом ни колымских рассказов И даже сам автор Тихого Дона на вопрос вашего корреспондента не ждет ли нас новый роман в основу которого будет положена его собственная судьба ответил что нет не ждет ибо это свыше человеческих сил и почти дословно повторил фразу Варлама Шаламова это никому не нужно ибо опыт этот не столько страшен сколько бесполезен на эту фразу ссылаются сегодня те кто хотел бы засыпать ручеек лагерной прозы не понимая того что партия с болью с трудом и великим напряжением преодолевает последствия культа личности не только в масштабах государства но и в масштабах каждого отдельного взятого советского человека и лагерная проза горькая однако совершенно необходимое лекарство прививка конечно как всякое лекарство его следует точно дозировать возможно что Солженицынский архипелаг ГУЛАГ можно будет читать нашим детям и внукам уже получившим необходимый иммунитет для нас же это операция без наркоза но вернемся к роману Михаила Шолохова еще вырезка Абрам Терц героические грезы к последней литературной сенсации старый лагерник рассказывал мне что казаков придумал Александр Серафимович лежа в тридцать четвертом году на нарах в Тифозном бараке пересыльного пункта номер пятьдесят шесть легенда оказалась живуча я видимо переутомился не понял совершенно что значит да это подлежит толкованию и дополнительному пояснению начало простое прошедший огни и воды человек пишет роман такой какой можно написать только однажды в жизни выплеснуть в него все перенести себя и вдруг обнаружить что роман не то чтобы никому не нужен а как бы это сказать излишен в этой жизни выламывается из всех отведенных для романов рамок и вот его не печатают год два пять лет автор настаивает и начинает наживать неприятности говорят исправить вот тут и тут вот это слишком кроваво а вдруг дети прочтут а здесь дух эпохи неверно передан не так все было наконец провинциальный журнал маленьким тиражом начинает печатать и все статья вправде главного снимают и вот тут появляется некий змей-искуситель не буду приводить всю историю обольщения это долго и интересно разве что для психиатров но автор вдруг проникается исподоль подсказанным решением переправить рукопись нет не за границу тогда судьба пастернака а он к этому не готов он изношен надломлен ему нужна такая слава чтобы без неудобств и он переправляет роман себе самому молодому понимаете начинающий писатель автор десятка средней руки рассказов в модном тогда орнаментальном духе получает вдруг от себя старшего гениальное произведение по-настоящему гениальное и пугается пугается всего ведь герой воюет против нынешней власти а с другой стороны очень хочется издать соблазн несколько лет барений и начинает править роман переписывать делать так чтобы можно было напечатать то есть творить то на что не пошел старый и вот роман выходит сенсация победа слава нобелевская все в рот смотрят хоть слово скажи ждем изнываем а сказать то больше нечего но опять же слава деньги сытость власть да сказал Николай Степанович я его видел где-то в начале шестидесятых он действительно производил впечатление вора и как странно ведь уличить его в воровстве было решительно невозможно однако же и так вы сумели меня удивить что дальше только удивить не заинтересовать в моем случае это одно и то же демонстрация вашего могущества была впечатляющей как я понимаю это были не единственные примеры вмешательства не единственные но единичные человек осуществивший первое вскоре пал жертвой собственного предприятия при подавлении петроградского мятежа у него погибла вся семья родители жена двое детей и он обратился к вам нет конечно но он был талантливым поэтом причастным многим тайнам не только поэтического ремесла а вот эти тайны открыл ему один из нас но много раньше по другому поводу в невероятном потрясении горем он внезапно создал инкантаментум в итоге перевернувший мир надеюсь это был не я не вы впрочем не пытайтесь угадать вы не были знакомы лично и имя его он вряд ли что-то скажет в мир поэзии он не вошел не успел или не пожелал был напечатан лишь одно его стихотворение впрочем это уже не важно он заплатил жизнь за свое искусство и за свой поступок от человека нельзя требовать большего значит при определенном стечении обстоятельств словом действительно можно остановить солнце я так и думал хорошо вы говорите мне что я могу овладеть всеми этими умениями и применять их по собственному благорассуждению так совершенно верно конечно это потребует времени и достаточно большого но конечного и все таки я не понимаю ваших резонов все очень просто мангасы смертны золотой дракон тоже не то чтобы смерти но ограничен временем со смертью их пропадут все знания создателей и людям придется добывать их самостоятельно неизвестно хватит ли у них времени и сил особенно времени сейчас меня прежде всех прочих знаний интересуют два мелких практических вопроса первое что можно сделать с воинством Каина и второе кто и зачем наслал черный дождь история с черным дождем темная вам говорит что-нибудь понятие рах если я ничего не путаю в мифах банту так называют бога пауков очень нетипичное для банту имя поэтому запомнилось совершенно верно как долго может жить имя рах это плод неудачной второй попытки создать человека то есть в то время считали разумеется что неудачной была первая попытка видите ли но людей вышедших из обезьян слишком сильное слишком положительное действие оказывало содержимое яиц мангасов и наши аналитики обеспокоились не возникнут ли в будущем проблемы вы меня понимаете да проблемы возникли еще какие и тогда решили создать человека заново из если разрешить я отпущу подробности можно отпустить всю историю и прямо ответить на вопрос хорошо рах не есть воплощение абсолютного зла но он не различает добро и зло так же как дальтоник не различает цвета единственный существующий на ней рах на земле вам известен под именем барона Рудольфа фон Зиметтендорфа впрочем он даже не настоящий рах его создал по древнему синапсису Парацельс и потом бедняга Парацельс 20 лет гонялся за ним по Европе но кадавр сам настиг его в родном Базеле вот этот самый барон чужими руками конечно и произвел необходимые действия с целью уничтожения пятого Рима скорее всего и союза девяти и разумеется сателлитных организаций всех практиковавших ксерион если ксерионом вы называете вещество содержащееся в яйцах мангасов и предназначенное для да тогда всех однако возникшее в результате этих действий искажение мировых линий не распространилось на новый свет и часть техиокеанского побережья Азии все равно не понимаю почему это не коснулось меня скорее всего вы оказались в мертвой зоне но могут быть и другие объяснения и так мой друг барон решил убрать конкурентов может быть другая возможная причина это то что рах по природе своей антагоничен ксериону как для него непереносима эта субстанция так и сам он непереносим для процессов в которых участвует ксерион скажем его дыхание останавливает рождение золота естественно при раскрытии мировых раковин чего же он хочет в итоге это было как раз той части которую вы попросили опустить мы не знаем мы не способны понять логику рахов равно как и вы именно поэтому у нас и возникли в свое время осложнения с ними ясно ну а первый вопрос все зависит от того что вы хотите получить перехватить управление нет вернуть этих бедняк в люди безумно сложная и рискованная миссия необходимый инкантаментум есть в рукописи Сюаньдзана а вся процедура изложена в книге Джахарнам нужно взять последние абзацы каждой главы и расположить в обратной последовательности оба источника вам доступны да я помню хорошо спасибо вам месье Фламель а как же наша основная тема мне следует подумать хорошо я буду ждать вас здесь же я буду ждать